Добрый день! В эфире программа продвижения реклама, ее ведущий Илья Мартынов. Сегодня у нас в гостях Илья Микин, руководитель по маркетинговому развитию товарных направлений Азон.ру. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Как традиционно мы, начиная нашу программу, представляем еще раз ту компанию, которой вы работаете. Соответственно, расскажите чуть-чуть поподробнее о том, чем вы занимаетесь, что актуально на данный момент для компании. Про компанию, наверное, многие уже Азон знают. Азон существует один из первых интернет-магазинов в России, существует уже 16 лет. Чем я конкретно занимаюсь? Я занимаюсь развитием продуктовых направлений и развитием категории маркетинга для категории товаров. А что в последнее время в Азоне произошло нового? Потому что, да, действительно, Азон, я еще помню, изначально книги и все прочее. А сейчас что из себя представляет Азон? Ну, Азон давно уже ни книги, ни диски. Да, конечно, когда он создавался в Петербурге, первым направлением были диски и книги. Но с тех пор уже много времени прошло, и уже больше 6-7 лет в Азоне постепенно-постепенно водились новые категории. Такие, как электроника, товары для спорта, товары для дома, красота и здоровье, детские товары, антиквариат. И всего 12 категорий. Товарных направлений, как мы называем, но внутри них еще огромное количество подкатегорий. Ассортимент большой, я думаю, что у нас один из самых больших ассортиментов среди онлайн-магазинов. То есть у нас сейчас почти 3 миллиона позиций в ассортименте. А они прям постоянно и 3 миллиона? Ну, он постоянно растет, мы вводим новые категории, расширяем ассортимент. И если мы так публично говорили, что в прошлом году у нас 2 миллиона позиций в ассортименте, то сейчас уже почти 3 миллиона позиций в ассортименте. А как же вы выбираете, собственно говоря, какие новые товарные направления вводить? Потому что приходят люди на сайт, покупают чего-то, делятся обратные связи информацией, что у вас не продается этого, вы же гипермаркет, все продаете. Не, ну, конечно, нет. Отчасти это, по большей части, это, конечно, исследование рынка, понимание, какие категории развиваются и внутри товарных категорий, какие ниши и какие сегменты ценовые в том числе растут. И вот нахождение этих точек роста за счет них и расширяем ассортимент, конечно. Ну и плюс, наверное, ощущение рынка. То есть в этом тоже не только научные исследования, но в том числе и собственное понимание, как рынок должен развиваться, куда должен развиваться. Это одна часть. Другая часть, мы, в принципе, для себя видим стратегическим развитием развития Озона как торговой площадки. Это значит, что мы привлекаем сторонних продавцов, как мы называем, мерчантов на наш сайт. Соответственно, даем возможность другим компаниям в тех направлениях, где у нас, мы сами не представлены, например, крупногабаритная техника. Мы представляем на сайте товар сторонних продавцов. А видно на сайте, что это сторонние продавцы? Да, собственно, если вы зайдете на товар, так называемая карточка товара, то там будет указано название продавца. То есть, это превращается в, похоже, модель, наверное, Амазона, нет? Да, это Амазон, наверное, один из первых, кто сделает настолько массовым. Но, в принципе, у большинства крупных ритейлеров такое появляется направление. И для нас, в том числе, оно довольно важное. То есть, это, по сути, изменение бизнес-модели. Если раньше, я так понимаю, вы сами контролировали все, то в данном случае контролировать имеется в виду товары, где они у вас, собственно говоря, хранятся, логистику и все прочее. То получается, сейчас вы отдаете это на откуп самим продавцам сторонним? Нет, просто наша задача изначально предложить покупателю все, что нужно. То есть, он, зайдя на Азон, может выбрать любую потребность в товарах, которые у него есть. Это наша задача, да, то есть, предложить ему все, что нужно. Какую-то часть ассортимента, конечно, стратегическую, важную, мы предлагаем сами. Но где-то, где нам выгоднее работать в партнерстве, мы предлагаем товары сторонних продавцов. И, в принципе, заключая договоры со сторонними продавцами, мы стараемся убедиться в том, что качество сервиса, который получит покупатель, пришедший изначально к нам, оно будет на довольно высоком уровне. Вы сейчас, безусловно, являетесь, наверное, таким лидером онлайн-гипермаркет такой, где есть все, вообще все, что человеку нужно. Но, несмотря на это, появляются попытки крупных ритейлеров, даже те, которые продаются в оффлайне, да, не онлайне, сделать что-то подобное в вашей модели. Вы здесь лидируете. Вот как вы, собственно говоря, отбиваете попытки вот эти вот? Почему они не могут того же сделать, что и вы? Как вы считаетесь? Ну, отчасти могут, конечно. Наше преимущество в том, что мы являемся, наверное, одним из единственных магазинов, такой единой точкой входа, где за одну покупку можно купить настолько разнообразный ассортимент. И при этом в этом есть преимущество для покупателя, потому что он может, с одной стороны, выбрать все, что ему нужно, включая книжки, детские товары, электронику, товары для спорта. При этом получить все в одной посылке, сэкономить на доставке и еще получить различные преимущества нашей программы лояльности. То есть, поэтому, покупая в магазине специализированном, который предлагает только одну категорию, конечно, здесь надо, во-первых, потратиться на доставку, на стоимость доставки, во-вторых, отсутствует преимущество общей такой программы лояльности, где вы получаете какие-то конкретные преимущества, опять же, в виде скидок, в виде бесплатных доставок, закрытых распродаж и так далее. Ну, почему же? Например, вот есть крупная сеть техники, которая продает технику сейчас, но пытается уже продавать чуть больше, чем технику. У них тоже есть программа лояльности. То есть, программа лояльности, наверное, пытаются сделать все. То есть, мне кажется, это не может быть таким прям преимуществом. Может, конечно, может. И я объясню, почему. То есть, опять же, так как у нас широкий ассортимент, то в течение цикла покупок, скажем, в течение года, мы можем человеку предоставить все. Сегодня ему нужно купить подарок ребенку, вот он купил. Завтра ему понадобилось что-то для дома, для интерьера, вот он может купить. И делая свои покупки, которые ему нужны в целом в своей жизни, он при этом накапливает определенные преимущества. В то время как в специализированном магазине он закрывает только часть своих потребностей. И может быть, там делать покупку раз в год только. Меня вот интересует следующий момент. Если онлайн-гипермаркет сейчас такой достаточно, с одной стороны, уже привычный формат для людей, но тем не менее, все-таки у людей остается привычка покупать в оффлайне. Остается такая привычка. Вот все-таки что вы делаете для того, чтобы люди приходили к вам, а не в оффлайн покупать товар? Я думаю, что мы на самом деле находимся на таком этапе развития рынка, что достаточно идет большой естественный переход из оффлайн покупок в онлайн. То есть с развитием интернета все больше и больше. внутри крупных городов, в мелкие города. С развитием быстрого интернета, с развитием электронной коммерции, что люди начинают пробовать так или иначе. Начиная с покупки одной книжки в год или электроники. В крупных городах большое количество людей уже что-то покупают обязательно из электроники в интернете. Это является уже стандартной модели поведения потребительской. Начиная с первой пробной покупки, дальше люди покупают все больше и больше товаров повседневного спроса. То есть естественный приток покупателей в онлайн довольно большой. И вот таким моментом бурного роста надо пользоваться максимально. И вот пока такой рост происходит, надо расти максимально вместе с этим ростом, а желательно и быстрее него. То есть это получается просто удачно выбранная бизнес-модель? Или вы все-таки сделаете что-то для того, чтобы ускорить вот этот приток? Естественно, да. То есть его нужно усиливать и поддерживать, и объяснять, почему именно Озон. Но опять же, в целом, я думаю, сейчас это правильно выбранное место, правильно выбранное время, когда эта модель быстро растет и сейчас является наиболее привлекательным. Я думаю, что опять же, через несколько лет эта тенденция больше сгладится и будет более устоявшаяся ситуация. Но сейчас очень бурный рост, есть многим игрокрамм места на рынке и много возможностей. А насколько велика доля регионов в ваших покупках, продажах? Доля регионов сейчас где-то около 50%. 50? Да, но доля растет. Естественно, так как мы предлагаем широкую сеть доставки, и у нас огромное количество способов доставки, начиная от, естественно, Почты России до собственных пунктов выдачи заказов, и мы покрываем более 200 городов собственными пунктами выдачи. Поэтому дальше доля регионов будет только расти. Опять же, за счет дальнейшего проникновения способов доставки она станет, наверное, более эффективной, более быстрой, возможно, более дешевой. Поэтому со временем это будет больше и больше. А пункты доставки, соответственно, или пункты самовывоза, там, где человек может забрать свой заказ, как вы выбираете место? Это все-таки здесь принцип шаг в доступности или все-таки некая экономия, чтобы он был просто в городе? Вот как правило, где расположены ваши пункты самовывоза? Да, то есть мы стараемся быть максимально в удобных точках, то есть если центр города, то это центр города. Но, опять же, сейчас у нас максимально усилие направлено на расширение географии. То есть, конечно, у нас и в Москве открываются пункты выдачи призов регулярно в течение года, но, опять же, мы сейчас хотим расширить количество городов. Я знаю, что вы еще предоставляете дополнительные услуги бизнесу. То есть вы можете продавать товары не только через свою площадку, но и предоставляете некие витрины. То есть можно через вас пользоваться определенными возможностями. Это то, что я сказал как раз в начале разговора. То есть это так называемая мерчанская модель, когда мы предоставляем свою витрину, свой поток покупателей, в том числе для товаров партнеров. Насколько это выгодно? Вообще, в принципе, чуть-чуть вкратце, потому что мы сейчас на рекламу будем уходить. Для нас это взаимовыгодное сотрудничество. Опять же, мы стараемся выбирать партнеров там, где нам сейчас не очень приоритетно или не очень выгодно продавать самим. Это какая-нибудь крупногабаритная техника или, предположим, товар детского питания. Спасибо. Мы продолжим после рекламы. Сейчас рекламная пауза. В эфире программа продвижения рекламы, ее ведущий Илья Мартынов. Напомню, сегодня у нас в гостях Илья Микин, руководитель по маркетинговому развитию товарных направлений Азон.ру. Илья, мы с вами в первой части передачи поговорили про бренд, про то, какое место бренд занимает на рынке, соответственно, про удачность бизнес-моделей. Но удачность бизнес-моделей – это хорошо. Но тем не менее, каждый раз, сталкиваясь с выбором товара, потребитель может забыть о том, что есть Азон.ру. Да, есть программа лояльности, но при этом программа лояльности проводят многие компании, в том числе оффлайновые. Его может привлечь что-то другое. Вот как вы себя продвигаете и где вы себя продвигаете? Ну, скажем так, для нас существует несколько каналов продвижения. Если говорить вначале, скажем, чисто про каналы продвижения, то, конечно, в первую очередь это онлайн-каналы. То есть мы используем и медиарекламу именно в интернете, мы используем контекстную рекламу. Для нас также является очень важным канал имейл-канал, поскольку база покупателей Азон уже довольно большая, которая за все эти годы у нас накапливается и поддерживается. И качество общения с этой аудиторией именно через имейл-канал в принципе приносит нам довольно хорошую продажу и является для нас очень эффективным инструментом. То есть активация по CRM-базе работает? Более чем. Более чем? Да, более чем. Работает ли такая история, что вы в письме, например, прислали некую информацию о товарах, подборке? Вот эта подборка работает или просто напоминание о себе? И люди приходят, потом покупают какие-то другие товары? Ну, в первую очередь предложение должно быть релевантным. То есть если мы там в письме можно дать или удачную подборку товаров, которые являются какими-то хитами, вот сейчас являются модными, вот, предположим, выходит сейчас фильм «Трансформер», и, конечно, все хотят сразу купить этот «Трансформер». или выходит, опять же, какой-нибудь там фильм с новыми героями, и тоже сразу мы видим огромный приток покупок. Это может быть товарное предложение, но также это могут быть какие-то, в том числе, удачные акции. Это может быть в том числе очень удачное, да, напоминание о себе, то есть рекомендации сотрудников магазина. И это тоже вызывает очень большой интерес у наших покупателей. Они тоже хорошо реагируют на эти имейлы, и мы видим хороший объем покупок. То есть здесь главное понимать актуальность и релевантность, и правильный баланс между вот этими предложениями. А вы делаете сегментацию, персонализацию этих сообщений? То есть не только, наверное, по географическому признаку, сколько больше там, наверное, все-таки достучаться от конкретного человека, и сделать ему персональное предложение какое-то. Да, конечно. И это самое, наверное, главное в работе имейл-канала. То есть первое, что мы не посылаем, как правило, имейлы тем людям, которые их не открывают. Но если людям не любят открывать разные имейлы от магазинов, то мы им перестаем посылать имейлы. И посылаем только тем, кому это интересно, кто активно вовлекается. И также по истории покупок, конечно, обязательно. То есть если человек покупает у нас детские товары, соответственно, мы посылаем ему предложения с детскими товарами, и не посылаем ему совершенно что-то другое, что его не заинтересует. Вот, то есть опять же максимально по интересам, по покупкам. А вот если не секрет, конечно, а какую часть сообщения составляют персонализированная подборка и общая подборка, наверняка такое разделение есть? Есть, да. Я, наверное, не смогу сказать какой-то точный процент распределения. Но, конечно, мы стараемся именно увеличивать долю персонализированных, более подобранных сообщений, нежели общих. Нет, естественно, делается полностью автоматически. Нет, не полностью. Наверное, где-то 50 на 50. То есть 50 делается автоматически, 50 все равно вручную, потому что здесь, опять же, важно поднимать какую-то актуальность в данный момент и подбирать какие-то новинки и хиты, которые есть сейчас. Ну окей. Имейлы работают здорово. СМС-канал вы не используете для ресурсов? СМС-канал нет, наверное. То есть он у нас есть, он присутствует, но не является каким-то большим, таким и важным. Ну и, в принципе, это пока понятно, потому что людям с имейла перейти, наверное, легче, чем с СМС и… На сайт. На сайт, да. Сделать покупку и здесь вот отследить эту эффективность, наверное, сложнее. Вы, кстати, вот по поводу перехода. Оценивали такую возможность, что люди могут действительно все больше и больше и все чаще совершать покупки именно с мобильных. Потому что не секрет, например, что в регионах дешевле купить смартфон, например, на базе Android, нежели купить ноутбук. И все чаще люди, насколько я общался с руководителями социальных сетей, они говорят, что трафик у них, например, в социальных сетях, хотя там, конечно, более объяснимо, происходит именно с мобильных телефонов из регионов, что меня очень сильно удивило. Все верно. Ну, а вы для себя эту возможность оценивали вообще? Да, безусловно. То есть, в принципе, это является приоритетным направлением. Мы будем обязательно развивать и мобильное свое предложение дальше, и мобильные версии сайта в том числе. Но я могу сказать, что, конечно, пока в доле общих продаж мобильные занимают очень небольшую долю. То есть, понятно, что это очень перспективное направление, и все на это смотрят, и в том числе мы. Но пока на данный момент это не является критичным фактором. Хорошо. Хорошо. Вернемся к каналам продвижения. То есть, вы сказали, что вы пользуетесь, кроме имейлов, CRM-рассылок, еще баннерной контекстной рекламы. Насколько это эффективные инструменты сейчас? Потому что, да, понятно, баннерка, это медиа, и контекст это тоже медиа-канал, по сути, хоть и особенный. Они работают? Безусловно, не работают. Если бы они не работали, наверное, мы бы их не использовали. Конечно, есть доля экспериментов, но все-таки преимущество онлайн-ритейлера, как Озон, в том, что мы видим эффективность и экономическую целесообразность вложений в тот или иной канал с точки зрения затрат на одну покупку. И для нас контроль этих затрат на одну покупку, он очень важен. Поэтому по контексту, да, конечно, безусловно, он работает. То есть мы его эффективность постоянно оцениваем, смотрим, контролируем. По медийной рекламе, вот непосредственно медийная реклама, как просто баннеры в стандартной схеме, как это вот существует, наверное, нет. У нас другие формы немножко медийной рекламы. У нас, опять же, один из отделов внутри маркетинга занимается так называемой партнерской рекламой. То есть это, да, по сути, в основном это баннеры, но баннеры, которые размещаются по партнерской схеме, когда мы платим площадкам процент с продаж. И это позволяет нам контролировать как раз затраты на одну покупку. То есть это выглядит, да, как медийная реклама, но для нас по экономике это эффективная медийная реклама. А в социальных сетях вы проводите какие-то активности, которые... Опять же, вот здесь вопрос, потому что существует некий барьер. Если в социальных сетях развиваться, например, или себя рекламировать, у вас основной бизнес все-таки свой портал. Переход вот этот совершают не все люди, да, то есть как бы социальная сеть это свой микромир такой, в котором люди находятся. Вы там продвигаетесь в социальных сетях? Наверное, два направления могу выделить. У нас есть, естественно, свои группы и ВКонтакте, и в Фейсбуке. И мы постоянно анонсируем свои акции, свои предложения для этой аудитории. Это первое направление. И да, это важное направление. Оно не является критичным с точки зрения продаж, опять же, но это важное направление общения с покупателями и поддержание с ними контакта и обратной связи. Второе направление – это реклама. Здесь для нас основным направлением в рекламе в соцсетях является так называемый ретаргетинг, или ремаркетинг, да, он по-разному называется, когда мы покупателям показываем те товары, которыми они интересовались на Озон. То есть, если они заходили на Озон, смотрели какие-то конкретные товары, то мы имеем возможность им в соцсетях показать эти конкретные товары с каким-то возможным предложением. Это, да, это эффективный инструмент. То есть, мы оцениваем его эффективность, видим его эффективность. Он тоже относительно небольшой, но он вкладывает дополнительный, опять же, свой вклад в общие продажи и, опять же, довольно эффективно с точки зрения затрат. — Отлично. А не задумывались вы о том, что все-таки сейчас, получается, у вас бизнес, существующий в параллельном мире офлайна, да? То есть, люди ходят, ну, привычка по своей по магазинам обычным. Вы не пытались, собственно, оттянуть долю у обычных магазинов путем рекламы где-то в офлайне? — Нет, естественно. И у Озона, в принципе, много лет постоянно проходят офлайн-компании, в том числе на телевидении. То есть, и телереклама, и наружная реклама, на билбордах. И была недавно у нас реклама в метро. Поэтому, да, мы, естественно, это задействуем. Конечно, то есть, поскольку онлайн все-таки аудитория относительно ограничена, естественно, нам надо привлекать людей, в том числе и из офлайна. — Ни какие-то спецмероприятия вы не делали, не встраивались куда-то там для того, чтобы показать преимущество именно вот этого способа покупать товары, а не просто выходить в магазин? — Ну, у нас есть, если мы говорим про мероприятия и ивенты, да, у нас есть свое мероприятие, называется книжная премия Рунета. Озона ее уже несколько лет поддерживает и продвигает. Это наша собственная премия. Мы привлекаем людей с точки зрения голосования. Люди голосуют за различные премии. Мы потом награждаем премии. Да, это с точки зрения ивента. — А не мешает то, что уже не просто книги продаете, а премия книжная? — Не мешает, но, скажем как, мы в книгах по исследованиям, мы смотрим, что в продаже книг в онлайне мы являемся лидером. У нас номер один доля рынка. И нам важно поддерживать это лидерство. Да, конечно, мы развиваем другие категории. Мы растем как мегамаркет и предлагаем людям все, что нужно. Но книги, опять же, как тот бизнес, из которого мы изначально выросли, нам важно поддерживать лидерство. И мы будем это дальше делать. И кроме непосредственно книжной премии Рунета, у нас уже с прошлого года мы активно говорим про то, что мы гарантируем низкие цены на новинки книг. То есть все книжки, которые выходят на новинки, мы действительно держим очень низкие цены. И в том числе с точки зрения онлайн-рекламы и оффлайн-рекламы мы доносим до людей гарантия низких книг на Озон. На самом деле очень интересно, как будет развиваться данный рынок дальше. На мой взгляд, конечно же, будущее за онлайн-рынком, потому что, насколько я сейчас наблюдаю, все-таки даже крупные ритейлеры, они уже задумываются о том, чтобы сделать просто выставочные площадки. Там не крупные ритейлеры, конечно, магазины, которые занимаются нишевыми всякими вещами, задумываются о том, чтобы сделать из своих магазинов просто выставочные площадки, продавать все-таки в интернет. Будем надеяться, что этот рынок будет только развиваться и развиваться. Наша программа, к сожалению, подходит к концу. Очень была интересная передача. Спасибо вам за участие. Спасибо за вопрос. В эфире была программа продвижения рекламы, ее ведущий Илья Мартынов. До свидания.